Рад снова приветствовать вас на нашем шоу «Большая идея». Сегодня в рубрике «Фантастическая жизнь» мы говорим о молодых и богатых, очень молодых и очень богатых предпринимателях, полных энергии и сил, чтобы воплотить свою большую идею. Наш следующий гость начал заниматься бизнесом, когда ему было всего 5 лет. Подросток «Сенсация» Камерон Джонсон и его «Большая идея». Этот парень рожден для того, чтобы продавать. Еще ребенком он попробовал продавать все, начиная с овощей, пригласительных, распечатанных на своем ПК, мягких игрушек через интернет и даже Астон Мартин стоимостью в 100 тысяч долларов. И чем больше он продавал, тем лучше это у него получалось. В 12 годах Камерон зарабатывал уже 50 тысяч в год, но это было лишь начало. Он запустил поток успешных веб-бизнесов и начал зарабатывать 15 тысяч долларов в день. Теперь он владелец нового бизнеса – easyfollowups.com. Знакомьтесь, Камерон Джонсон, автор книги «You call the shots». Командуйте парадом вы. Добро пожаловать на наше шоу, Камерон. Спасибо за приглашение. Вы живой пример того, о чем мы здесь говорим, в чем я пытаюсь убедить людей. Никогда не бывает слишком рано заняться бизнесом. Вы в возрасте 5 лет сказали следующее. А почему бы мне не начать зарабатывать деньги? Так оно и было. Я начал именно в таком юном возрасте. Думаю, это интересно будет услышать всем нашим зрителям. Неважно, сколько им лет. 16, 26, 46, 66. Ваша история очень стремительна. Вы заработали миллион еще подросткам. Хочу спросить, откуда у вас появились такие мысли? Почему вы предпочитали не играть и не развлекаться, а действовать по-взрослому? Откуда у вас это? Думаю, прежде всего, это объясняется тем, что я вырос в семье предпринимателей. Кроме того, я решил создать свой бизнес, потому что хотел построить жизнь по-своему. Это интересовало меня уже в таком юном возрасте. Знаете, многим из нас в своей профессии приходится потратить 5 лет там, 7 лет здесь. А у вас даже не было такой мысли. Боже, мне придется столько ждать. У вас все происходило очень быстро. Думаю, вы правы. Но нужно учитывать еще тот факт, что я вырос с интернетом. Кто-то начинает работать с интернетом в старших классах, кто-то в колледже. Я начал это делать еще с 9 лет. Хочу вернуться к вашей истории. Сначала, в возрасте 5 лет, вы продавали овощи, ходя от дома к дому со своей тележкой. Но я хочу обратиться к тому времени, когда вам было 8. Как мне кажется, это и было началом. Вы посмотрели фильм «Один дома 2». Расскажите свою историю с этого момента. Посмотрев «Один дома 2», я подумал, что это самое классное кино. И я сказал родителям, что хочу поехать в Нью-Йорк и стать таким, как Макалей Калкин. А почему вы хотели быть таким, как Макалей Калкин? Я был очарован тем образом жизни, которую маленький мальчик вел в этом фильме, его удивительным пребыванием в отеле «Плаза». Я был без ума от Нью-Йорка и Макалей Калкина, поэтому я попросил своих родителей отвезти меня в Нью-Йорк. Они пообещали это сделать, если я закончу год на отлично. Я был тогда в 4 классе, я смог закончить год с лучшими отметками, и мы поехали в Нью-Йорк. Но еще до поездки я написал письмо самому Дональду Трампу, в котором говорилось, «Дорогой мистер Трамп, вы, вероятно, не знаете, кто я». Мое любимое место. Меня зовут Камерон Джонсон, мне 8 лет, я еду в Нью-Йорк и собираюсь остановиться в отеле «Плаза». Я хотел бы попросить у вас разрешения увидеть тот номер, в котором снимался фильм «Один дома 2». Наверное, вы хотели почувствовать себя героем фильма «Камерон. Один дома 2». Точно. И вот мы приехали в отель, родители регистрировались, и вдруг администратор повернулась ко мне и сказала, «Ты Камерон?». Моя мама удивилась и спросила у нее, как вы узнали его имя. И администратор ответила, «Мистер Трамп получил твое письмо. Теперь моим родителям пришлось поволноваться насчет того, что же я там такого написал. Мистер Трамп подготовил все, и я не просто посмотрел этот номер, я жил в нем все это время. Он также организовал для меня частную экскурсию в Шварц, это известный магазин игрушек Нью-Йорка, и оставил для меня записку следующего содержания. «Дорогой Камерон, искренне желаю тебе огромного успеха. Дональд Трамп. На следующий день мы пошли в Шварц. На тот момент у меня не было бизнеса, но я сказал, что хочу стать таким, как Дональд Трамп. Мы увидели там место, где делают визитки для детей. Я сделал себе визитки и, уезжая из отеля, оставил одну для мистера Трампа, написав, «Огромное спасибо за все, что вы для меня сделали. За номер, за экскурсию. Вот моя визитка. Следите за мной. Увидите, я стану следующим Дональдом Трампом». Здорово! Здесь есть важный урок для всех, кто считает себя маленьким по сравнению с такими людьми, как Дональд Трамп. Дональд оказался очень милым парнем. Не нужно бояться. Люди есть люди. Если бы я занимался бизнесом и получил бы от ребенка такое необычное, свежее письмо, которое бы льстило моему самолюбию, я бы, безусловно, ответил. Так поступил и Дональд. И это оказалось для вас полезным уроком. Итак, вам 8 лет, вы наделали себе визиток. Вас благословил сам Дональд Трамп. Каким был ваш первый серьезный бизнес? В том-то и дело. Я приехал домой с этими визитками, а бизнеса у меня не было. Но несколько месяцев спустя, это было на Рождество, родители подарили мне компьютер и принтер, и это помогло мне начать новый бизнес. Я основал типографию, используя программное обеспечение своего компьютера. Вот так все просто. Я печатал пригласительные открытки для родных, соседей, друзей, семьи. Скажите мне, вот вы обычный 9-летний ребенок. Мне интересно знать, какое чувство вело вас по жизни. Мальчик 9 лет обычно мечтает хорошо играть в бейсбол. 12 ему хочется встречаться с девочками. Что для вас было стимулом в возрасте 9-10 лет? Откуда этот огонь? Я понял, что если чего-то захочу, например, пойти в кино, мне не нужно будет просить денег у родителей. Хотя с этим проблем не было, они ни в чем мне не отказывали, и у меня было все, что могло быть у 11-12-летнего мальчика. Но мне нравилось ощущать, что я сам управляю своей жизнью. Нравилось чувствовать себя независимым. По сути, вы начали зарабатывать реальные деньги где-то в возрасте 12 лет. Продавая матерчатые куклы, вы получали около 50 тысяч в год. Представляете, 50 тысяч в год на мягких игрушках. Как вы до этого додумались? Это интересная история. У моей младшей сестры, ей тогда было 6, а мне 12, была коллекция таких игрушек. И я стал продавать их на ebay. Тогда сайт только появился, и время для начала бизнеса было просто отлично. А как это у вас получилось? У вашей 6-летней сестры была коллекция мягких кукол. Вы посмотрели на нее и подумали, какие симпатяшки. Отниму-ка я их у своей сестры и продам венете. Как вы до этого додумались? Я посмотрел на ebay, сколько стоят там эти игрушки. И оказалось, они продавались за довольно неплохие деньги. Я обратился к своей сестре Клэр. Хочешь, я дам тебе 100 долларов, и ты сможешь купить все, что пожелаешь? Знаете, для 6-летнего ребенка 100 долларов – это почти миллион. Она согласилась, и я продал ее коллекцию за 1000 долларов. Вошел во вкус, но обнаружилось, что у меня больше нет этих кукол. Я мог бы попросить Клэр пойти к родителям с просьбой купить их еще. Но на это ушло бы много времени. Поэтому я обратился к производителю таких кукол с предложением стать их дистрибьютором. Я смог это сделать благодаря тому, что еще когда я основал свою типографию, родители открыли мне банковский счет, чтобы я научился распоряжаться деньгами. С этим банковским счетом я получил карточку виза. И эта кредитка позволила мне сделать заказ у производителя. А они, к счастью, не спрашивали мой возраст. Люди подают заявку на то, чтобы стать дистрибьютором производителя. Так сделали и вы. Предоставили свою кредитку и спросили, могу ли я стать вашим дистрибьютором. И вам ответили, да, конечно, почему бы и нет, не уточняя ваш возраст. Так и было. Мы начали свой онлайн-бизнес. Мы отправляли по 40 заказов в день. После школы, после футбольных тренировок я упаковывал игрушки, отвечал на вопросы клиентов. А на следующий день мама отвозила меня на почту, потому что я не мог водить машину. Итак, вам 12 лет, вы зарабатываете 50 тысяч в год. Что дальше? Так как бизнес расширялся, обучение в школе становилось для меня все менее актуальным. Но родители решили, что мне нужно готовиться к поступлению в колледж и отправили меня в подготовительную школу-интернат. Но уже на Рождество я попросился домой, и отец разрешил мне сделать это при условии, что я верну деньги за учебу. Мое желание вернуться домой было настолько сильным, что я выписал ему этот чек. В общем, я вернулся домой, окончил школу, поступил в колледж и на первом курсе основал интернет-компанию вместе с партнером, который был тогда старшеклассником. Это был онлайн-бизнес по продаже подарочных открыток. На тот момент это была индустрия с годовым доходом в 40 миллиардов долларов. А откуда у вас появилась такая идея? Дело в том, что у меня накопилось много ненужных открыток. Знаете, многие предприниматели начинают бизнес из-за личной проблемы, которую они хотят решить. Это именно то, о чем мы говорим на нашем шоу. Вам нужна бизнес-идея? Подумайте, чего не хватает в вашей жизни? Что у вас не получается? Просто удивительно, Камерин. Вы знаете то, на понимание чего у многих уходит вся жизнь. А иногда и этого недостаточно. Один из главных уроков, которые я усвоил в процессе своей карьеры, очень важно найти свою нишу еще до того, как вы найдете продукт или услугу, и выяснить, кто будет покупать ваш продукт или пользоваться вашей услугой. Сколько вам лет, Камерин? 22. Люблю этого парня. А как люди реагируют на вас, когда вы появляетесь на деловых встречах? Не смотрят ли они на вас с изумлением, учитывая тот факт, что вы выглядите еще моложе? Лет на 18. 16. Вы очаровываете людей или вам приходится преодолевать много препятствий, чтобы вести с ними дела? Знаете, когда я был еще моложе, я работал в основном за компом. И в большинстве случаев мои клиенты, партнеры и рекламные агенты долгое время даже не знали, с кем они имеют дело. Затем, сотрудничая с ними, я заработал репутацию и уже мог спокойно рассказать, кто я. Не сбавляйте ходу, старина. Помните, что границы устанавливаете только вы. Не останавливайтесь. И, надеюсь, лет через пять мы поговорим с вами о вашем первом миллиарде. Спасибо. У нас в гостях был Камерон Джонсон. Его книга называется «Командуйте парадом вы». Наступает время молодых и богатых. Очень молодых. Теперь миллионы зарабатывают подростки. Просто потрясающе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...